Добрый день, НРБК региональной новости. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. С вами Маргарита Кафарова. Юбилейный форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана в следующем году пройдет в Уфе. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании 19 форума в Кастанай. Участники Конгресса обсуждают задачи по обеспечению продовольственной безопасности, цифровизации агропромышленного комплекса, а также обучению и привлечению новых кадров. В рамках форума проходят заседания Делового совета России и Казахстана. По словам председателя российской части Эдуарда Давыдова, задача органа – коммуницировать с российскими предпринимателями, обобщать их проблемные моменты по казахскому рынку, по регуляторной политике и транслировать на казахскую часть для обсуждения. И наоборот. Коллеги из Дружественной Республики формируют потребности и проблемы, которые возникают у их бизнеса в России и выносят на рассмотрение. Главная задача – успешно реализовывать крупные совместные проекты, в том числе инвестиционные. В частности, Башкирск Содовая компания реализует большой проект инвестиционный на территории Республики Казахстан. Это связано с горнодобывающей промышленностью, с перерабатывающей, с химической. Мы планируем построить большой химический комплекс на территории Республики Казахстан. Но основные проблемы, которые интересуют предприниматели Республики Казахстан и Российской Федерации и Республики Башкортостана – это как раз-таки транспортные и логистические. Это пересечения границ, это железнодорожное сообщение. Все связано с логистикой, таможней, оформлением документации. На форуме, который проходит в эти дни в Кастанае, принимает участие башкирская делегация. Представители Республики обсудили с Восточно-Казахстанской областью вопросы развития АПК, а также посетили несколько предприятий. Мелькомбинат, комбинат хлебопродуктов и овощехранилище. Срок выживаемости малого бизнеса планируется увеличить в России до 13 лет к 2030 году. Сегодня он составляет порядка 9 лет. Однако за первые два года более половины предприятий прекращают свое существование, сообщил вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, теперь упор надо делать не на росте численности субъектов МСП, а на повышение их эффективности. А также на четверть увеличить их выручку в расчете на одного работника по сравнению с прошлым годом. Для достижения поставленных целей правительство будет адаптировать финансовые меры поддержки для начинающих предпринимателей, а также расширять применение налоговых стимулов. И вот уже стали более доступными кредитные средства, отметил вице-премьер, в частности, благодаря механизму зонтичных поручительств и другим мерам. При получении кредитов для бизнеса одной из основных проблем, конечно же, становится, где найти залог, а где найти поручителя. И когда такое поручительское обеспечение осуществляет гарантийный фонд, это является действительно эффективным инструментом для поддержки малого бизнеса. Для дальнейшего развития сектора будут приниматься и другие меры господдержки. Так предусматривается укрепление связи крупного и малого бизнеса и стимулирование инвестиционной деятельности малого бизнеса в обрабатывающих производствах за счет льготных программ кредитования. В Башкортостане завершили возведение самого крупного долгостроя. В Уфе ввели в эксплуатацию последние секции жилого комплекса «Белая река». Об этом сообщили в региональном Минстрое. Общая площадь новостройки – 52 тысячи квадратных метров. Это более 900 квартир. В ближайшие месяцы ключи от нового жилья получат 426 семей. Ну и напомню, строительные работы в Белой реке начались еще в 2014 и должны были завершиться через три года. Однако из-за финансовых проблем группа компаний «Госстрой» не выполнила свои обязательства перед дольщиками. В мае 2020 в проект вступил другой застройщик. Группа компаний «Садовое кольцо» взяла обязательство завершить работы в рамках реализации масштабного инвестпроекта. В том же году ключи от квартир получили более тысячи человек в первых двух секциях «Белой реки» и квартала «Эрмитаж» Горсовет. По данным Минстроя, сегодня республика в числе лидеров регионов. По количеству домов, исключенных из единого реестра проблемных объектов. На данный момент своих квартир или выплат дожидаются 1300 жителей Башкортостана. В республике в следующем году отремонтируют крыши в малоэтажных домах. На эти цели из бюджета выделят 430 миллионов рублей. На 100 миллионов больше, чем планировалось ранее, сообщила Ради Хабиров в соцсетях. Работу проведут в 100 домах, расположенных в 59 городах и районах Башкортостана. За два года действия этой программы в регионе уже привели в порядок крыши 62 домов. Хабиров подчеркнул, что власти постараются, чтобы в ближайшие годы прохудившихся крыш в Башкортостане не было. Ну и добавлю, в проекте бюджета на трехлетку заложено увеличение расходов региональной казны на ЖКХ в 2024 году на 27% к нынешнему году. До 26 миллиардов рублей. В Башкортостане с начала года усыновили 59 детей. На 9 детей больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения. Сегодня в республике проживают 10 609 детей-сирот. Из них 93% находятся в замещающих или приемных семьях. 17 человек вернулись в кровные семьи. В детских домах были 600 несовершеннолетних, 164 ребенка учатся в средних и высших профессиональных учебных заведениях. У нас такая задача, чтобы в принципе развивать стационарно-замещающие технологии, убрать детские дома. И в этой части мы, конечно, предлагаем увеличить выплату ежемесячную приемным родителям. Второе, создать реестр ресурсных семей, чтобы мы понимали, кто они и занимались ними. И внедрить такой показатель, как стаж сиротства. То есть это время пребывания ребенка в детском доме или в социальном приюте. В идеале его вообще не должно быть. Родители, решившиеся на усыновление, могут рассчитывать на финансовую поддержку в размере материнского капитала. Выплата на первого ребенка составит почти 587 тысяч рублей, второго или последующих детей более 775 тысяч. При усыновлении ребенка-инвалида размер финансовой поддержки увеличивается еще на 100 тысяч рублей. Деньги можно направить на улучшение жилищных условий семьи, лечение, санаторно-курортное оздоровление или образование усыновленного ребенка. Также предусмотрены ежемесячные пособия. Их планируют проиндексировать на 10%. И они составят от 7,5 до 9,5 тысяч рублей. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня, юань подешевел на 6 копеек до 12,59 рубля. Доллар и евро также сдулись. Американская валюта на 27 копеек до 91 рубля 92 копеек. Евро на 3 копейки курс 98,40. И лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка юань в цифробанке за 12,79 рубля. Наиболее выгодные предложения по покупке в банке Финнам за 92 рубля 21 копейку. По продаже в Росбанке за 93 рубля. По покупке и продаже евро в банке Финнам за 98,10 и 99,39 соответственно. У меня на этом все. Оставайтесь на РПК.